На другие уже нет времени. Но здесь опять-таки по болезням. По болезням, еще раз говорю, что я понимаю, что у каждого человека, который приезжает сюда, тоже есть проблемы и так далее, и так далее. Но мы пришли сюда говорить не о болезнях, не о том, как лечить болезни и так далее. Для тех, кому нужна помощь, скачивайте диски, просматривайте, многим помогают. Просто мы пришли сегодня говорить о проблемах будущего нашей страны, будущего детей. Если все, кто имеет проблемы, сегодня выздоровеют, к примеру, а завтра страны перестанут существовать, и они сами перестанут существовать, то пользы этого никого не будет, во-первых. Так что прошу прощения на вопросы лечения и так далее, и так далее. Я отвечать не буду, потому что это не тема нашей с вами встречи. Третья читатель, мои книг, вот по книгам, прошу, пожалуйста, я готов дать ответ. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Волны мерности Волны мерности А почему мерность дробная? Почему не целая? Просто люди забыли, что в природе целых чисел не существует в принципе. Если целые числа называются рациональные, вы знаете, да? А если и рациональные числа? Так в природе все иррационально. То есть целые единицы или двушки, два, три, это для удобства мы делаем. Простой пример. Два яблока, к примеру, да? Мы говорим два яблока. Говорим одно яблоко и другое яблоко. Один плюс один — два. И мы с кланом получаем два яблока. Два человека, один человек и два человека. Два человека. Но мы не должны забывать, что это условно, что это абстрактно. Потому что в реальности мы можем, по согласии с математикой, мы можем складывать или вычитать абсолютно тождественные вещи. Два человека, мы говорим два человека, но они отличаются друг от друга, как небо и земля. Много же параметров отличается. Просто мы не будем говорить, вот один человек, еще один человек, еще один человек, еще, 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 еще. Потому что тогда у нас не хватит времени, а мы считаем так, 450 человек сидит в зале, к примеру, да? Но при этом мы не должны забывать, что это не просто цифра, а что это совершенно разные люди, которые имеют разный генетик, внешний вид, характер, привычки, много чего другое, образование, культура и все остальное. Да, удобно сказать так, но мы должны забывать, что это условность. Так же, как и два яблока, они отличаются друг другу. Просто если мы будем добиваться абсолюта идиотизма, ага, для того, чтобы яблоки мы сложили, мы должны, ну, у одного яблока есть лишнее что-то, мы должны это яблоко убрать лишнее и сделать точно 100% как другое, а тогда мы же сложим. Таким образом, вы знаете, должны подходить, чтобы сложить два человека, мы должны приравнять их, то есть взять и отрезать, или отрубить все, что лишнее, или добавить, чтобы можно было сложить. Это абсурд. Поэтому числа в реальности целых, в природе нет. И то, что мы говорим о трехмерном пространстве, это опять-таки условно. Потому что, ну, к сожалению, нет, стакан есть с водой, но нет, карандаш, оно это все делает. Если поставим карандаш или ручку в воду, мы будем видеть, что ручка сломанная, правильно? А является она сломанной или нет? Нет. Потому что вода уже другая среда. Кто нырял под водой без маски? Есть такие, открывал глаза? Есть такие? Ну, немного, но есть. Когда вы открывали глаза без маски, как там восприятие расстояния? Так же, как и в воздухе? Совершенно другое. Искажено все. То есть расстояние, ощущение пространства совершенно другие, чем в воздухе. Вот вам, пожалуйста, простой пример. То, что малейшее, небольшое изменение качества состояния среды приводит к тому, что, вот, казалось бы, мерность изменяется. То есть мерность – это условное слово, обозначающее качество состояния среды в данной точке пространства. И поэтому оно не может быть одинаковым, не может быть целым. И поэтому, когда мы говорим о трехмерном пространстве, это условно. Нам удобно так. Высота, ширина и все. Но, опять-таки, это условно. То, что, например, стаканом и карандашом под водой. А если, опять-таки, под водой надеете маску, которая, в принципе, воздух между стеклом и глазами, и потом наделяет воды, то, опять-таки, когда мы сможем через маску, там тоже есть особенности, но уже гораздо ближе, чем мы сможем через воздух. Потому что между нами и водой есть воздух, через который мы привыкли смотреть. Видите, среда газовая, воздух и вода. И наши глаза воспринимают все совершенно по-другому. А представьте себе, что качественных изменений еще больше. Просто человек в таких условиях, в принципе, и не бывал, большинство. И потому, что он не бывал, естественно, он не может сравнить. Но вот кто не испытывал это, в следующий раз, когда нырнете в воду, снимите маску, попробуйте посмотреть без маски. И вы поймете, какая разница восприятия нашей одними тежными глазами, под водой и над водой. И не случайно у рыб глаза отличаются от наших с вами глаз. А если бы еще пуститься поглубже, там, где глубоководные рыбы, там, где уже другие условия, там будет совершенно другое. Но там, правда, мало не покажется, если пустить туда несколько километров, уже человек, в принципе, не выдержит при желании даже. Батискафе только может быть. А рыбы там могут. Так что поймите, что не нужно путать понятия, которые условны, которые для удобства введены, как время, к примеру, или числа целые, с тем, что есть на самом деле. Вот если это не забывать, это не значит, что не нужно пользоваться. Они часами, к примеру, которые стоят, цифры, какие мы с ними договорились, три часа, и все собрались в трем. И всем удобно. Это для удобства здорово, но времени не существует. Вот скажите, вы знаете, что сейчас 24 часа в сутках, да? А у наших предков сколько было часов в суток? Помните? 16. Что-то изменилось из-за того, что наши предки разбивали сутки на 16 дней, часов, а сейчас разбивали на 24. Нет. Изменила система отсчета, ориентирования. Все. У наших предков было 9 дней в неделю, сейчас 7 дней в неделю. Даже в сказках Пушкина есть «Осьмится» в 8 дней недели. Извините, где «Осьмится» может быть, если в неделе всего 7 дней, да? Но многие вещи мы читаем, впитываем, но не задумываясь над словами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!